Библейский портал экзегет.ру представляет Такой красивый образ, очевидно, океан, это пучина, и в нем какие-то жерла, которые выпускают воду. Закрылись небесные створы, это дождь, который льется, и прекратился дождь, и вода стала медленно уходить с земли. На 150-й день вода начала спадать. В 17-й день месяца, 7-го месяца, Ковчег остановился на Араратских горах. Вот Арарат, тот самый, который в Турции, на границе с Арменией. Вода медленно отступала, настал 10-й месяц года. В первый день 10-го месяца показались вершины гор. Здесь вот хронология, мы говорили в прошлый раз о том, что хронология здесь немножко другая, чем в других отрывках. Прошло 40 дней, вот либо 40 дней, либо 150 все время у нас фигурирует. Отворив сделанное им окошко, Ной выпустил наружу ворона, и пока земля не просохла, тот кружил, то улетая, то возвращаясь. Следом Ной выпустил голубя, чтобы узнать, кончилось ли наводнение. Но голубь не нашел, на что сесть, и вернулся, так как земля была еще под водой. Ной притянул руку и взял голубя в ковчег. Спустя 7 дней он выпустил голубя снова. Тот вернулся вечером с листом маслины в клюве, и Ной понял, что наводнение кончилось. С тех пор, кстати, голубь с масличной ветвью – это символ мира. Вот он отсюда именно взят. Он подождал еще 7 дней, снова выпустил голубя, и тот больше не возвращался. Так стало понятно, что суша вернулась. На 601 год жизни Ноя в первый день первого месяца вода спала. Ноя творил ковчег и увидел, что вода сошла с земли. В 27 день второго месяца, когда земля просохла, Бог сказал Ною, «Выйди из ковчега вместе с женой, сыновьями и женами сыновей, и всех животных выведи, и птицы, скоты, живность, нующие по земле, пусть земля будет ими полна, пусть они будут плодовиты и многочисленны». Вот такое второе сотворение мира, при том, что эти животные уже есть, им просто надо плодиться и размножаться. «И Ной вышел из ковчега вместе с сыновьями, женой и женами сыновей, и следом вышли звери, мелкая живность, птицы, все обитатели земли, вид за видом». Что делает первое Ной, начиная ту новую жизнь в новом мире, создавая новое человечество? Ной воздвиг жертвенник Господу и принес жертву в сожжение из всех видов чистых животных и птиц. Ну вот тут понятно, что он должен был взять их по семь пар, ну хотя бы больше одной. Если бы он одну принес жертву, то их бы больше уже не было. «Вдыхая запах жертв, Господь сказал себе, «Впредь не буду я насылать на землю проклятия из-за людей, хотя мысли их с юности устремлены ко злу, я не стану больше истреблять все живое. Не прекратятся, доколе стоит земля, сев и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь». Вот как и в сотворении мира у нас появляется свет и тьма, как отсутствие света, да, небо и земля, море и суша. Вот так здесь эти противоположные начала, эти вот элементы мира, которые друг с другом во взаимодополнении находятся, вот они здесь тоже остаются как такой символ. Ну и дальше Ной заключит с Богом договор, об этом девятая глава плюс изобретет спиртные напитки.